С главными новостями к этому часу в студии Ирина Цепетова. Региональный организационный комитет проведет заседание, посвященное итогам выдвижения кандидатов и представлению списка участников предварительного голосования в Федеральный организационный комитет 12 апреля 2016 года. Против социального сиротства и в защиту подрастающего поколения. Уполномоченный по правам ребенка в Ненинском округе и епископ Наринмарской и Мизинской епархии подписали соглашение о сотрудничестве. Документ официально закрепляет взаимодействие сторон в создании условий для защиты детства, материнства и семейных ценностей. На встречу с Риммой Галушиной и епископ Иаков напомнил, что общество должно сохранить, передать и приумножить все лучшее для наших детей, чтобы сделать их счастливыми. Спасибо, Римма Федоровна. Я очень рад этому событию. Я думаю, оно действительно знаковое, важное и очень важное и очень существенное для жизни. Как Наринмарской епархии, самой северной епархии Русской Православной Церкви, так и нашей заполярной, суровой, но щедрой и святой земли. Согласно статистике, сегодня в округе лишь 10% воспитанников детских домов не имеют родителей. Большинство малышей – жертвы неблагополучной обстановки в семье. Над укреплениями и возрождением семейных православных традиций работают священники Богоявленского храма. По выходным они проводят занятия в воскресной школе и школе юнг для мальчиков. На занятиях дети от 7 до 18 лет изучают закон Божий, церковное пение, практики выживания, историю России. Также священнослужители приходят в Ниницкую школу имени Антона Пырерки. С учащимися проводят духовно-нравственные беседы, организовывают их крещение. В Наринмаре началась подготовка к предстоящему паводку. Напомню, ледоход в Наринмаре ожидается 25 мая, плюс-минус 7 дней. Ожидаемый уровень воды – 500-560 см, при заторе – 570-630 см. В соответствии с планом противопаводковых мероприятий, необходимо отработать вопрос вывоза мусора и нечистот в случае критического уровня паводковых вод, проверить герметизацию канализационных колодцев и другие. Кроме того, на этой неделе будет объявлен конкурс на выполнение работ по разработке выравнивания песка с целью защиты территории Наринмара от затопления паводками водами. Планируется отсыпать порядка 2000 кубометров песка в районах, которые подвержены затоплению при критичном уровне паводковых вод, на Сахалине, в Мирном, в районах санаторно-лесной школы, Качгарта, улицы Авиаторов и Старого аэропорта. Северное сияние под дождем. В Наринмаре прошли традиционные гонки на лыжах. Они собрали сотни участников, самому маленькому из которых всего три года. О том, как прошли соревнования, расскажет наш спортивный обозреватель Дмитрий Марков. Первыми на лыжню встали 115 воспитанников 10 детских садов, командами от 5 до 11 спортсменов. Одного из участников представил детский дом. Самую большую команду представил детский сад «Анушка». Первыми к финишу приходит Слава Пугачев, воспитанник детского сада «Семицветик». Ему 7 лет, любит сосиски и, конечно, играть. «Люблю больше всего играть. Жужжалку. Игрушки». Самым маленьким участником стал Иван Безумов. Ему всего три года, но он с рвением к победе пробежал всю трассу в 500 метров. Забег самых маленьких спортсменов округа – это традиция северного сияния. Несмотря на падение, все дети продемонстрировали силу духа, выносливость и рвение к победе. Особенно азартно малыши боролись на последних финишных метрах. Сегодня у нас большой праздник. Праздник лыжного спорта. И очень здорово, что в эти дни участники от детсадовцев до людей, скажем так, преклонного возраста, одновременно выходят на лыжню. И младшему поколению есть возможность посмотреть, поучиться, как нужно относиться к жизни с оптимизмом, с радостью. Я думаю, погода сегодня не испортит наше настроение. Всех вас еще раз с праздником. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Третий день соревнований на старт вышли женщины на 1975 года рождения и старше. Заявилось 15 участниц. У каждой из них за плечами не один год лыжных гонок. К финишную черту первой буквально пролетает Марина Завьялова. За ней Светлана Шардина и третий финиширует Наталья Смирнова. Трасса отличная сегодня на Катаре. Здорово. Который год поимаете участие? Постоянно. Замечательно. А на старте уже готовятся мужчины на 1975 года рождения. Им предстоит пройти 3 километра. 11 ветеранов мужчин боролись за первое место. Среди них победители и призеры российских турниров, мастера и кандидаты мастера спорта. Были и те, для кого лыжи стали смыслом жизни. Дмитрий Чупров, тренер по лыжным гонкам из Тельвиски, использует все возможности пробежать с воспитанниками. На всероссийских соревнованиях показывает хорошие результаты. Ну, результаты разные были. Ну, в принципе, в области я был в десятке твердой. А на всероссийских соревнованиях там тяжеловато было. Все-таки подготовка немного не позволяла бороться с верхними эшеломами спортсменов. Ну, а так, в принципе, плодотворно позанимался, всю жизнь пробегал. Сейчас вроде живу этим спортом, поэтому я счастлив. Далее гонка престижа. В этом забеге мужчины и женщины бегут группами, каждый на свою дистанцию. Юноши на 20 километров, женщины и девушки на 15, а мужчины на 30 километров. Самые старшие участники – Иван Учейский и Анатолий Беляев. Оба на 1941 года рождения. Зрители на финише с нетерпением ждут участников, а на трассе разгорается настоящая борьба за победные секунды. И вот, наконец, победитель. Это Александр Матвеев, кандидат мастера спорта. Успешно представляет наш округ на региональных соревнованиях. В следующем году планирует выполнить норматив на мастера спорта. Ко всем соревнованиям готовится очень серьезно, не полагается на удачу. Здесь нужно и обладать холодным умом, так скажем, да, то есть именно тактически, уметь грамотно выстроить дистанцию. Ну и, соответственно, если нет физической работоспособности, тоже ничего не получится. То есть вот это вот две вещи, которые должны быть в совокупности. В этом году организаторы решили вручить награды победителям и призерам гонок на 20, 30 и 15 километров. Самых маленьких школьников и студентов будут чествовать в ближайшее время. За третье место награждается среди мужчин 1955 года рождения старше Дуркин Владимир. За второе место награждается Куэль Леонид. Победителем в этой гонке становится Рочев Николай. Поздравляем наших ветеранов спорта, можно так сказать, самых молодых участников. Также яркий-яркий пример для нашего молодого поколения. 47-й спортивно-физкультурный праздник «Северное сияние» на приз Ивана Чупрова состоялся. Несмотря на капризы погоды, это был праздник силы, здоровья и мастерства. Дмитрий Марков, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Это были все новости к этому часу. Итоги дня подведем, как обычно, в 20.00. Далее прогноз погоды. Продолжение следует...